Друзья, сегодняшний рецепт очень прост. Он настолько простой, что использовать мы сегодня будем пельмени. Я уверен, что все из вас умеют их варить, но есть способ делать это необычно и с азиатским колоритом. В общем, как вы уже поняли из названия, делать мы сегодня будем так называемый хот-пот. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким и рад вас всех приветствовать на канале Фудкор. Хот-пот дословно переводится как горячий котелок и утверждается, что данный способ приготовления супов был придуман еще в Китае, однако он быстро стал популярным среди других кухонь Азии. Хот-пот традиционно готовится на всю семью, либо на очень большую компанию друзей. Процесс приготовления непрерывный и в нем обычно участвуют все, кто находится за столом, что помогает укрепить дружбу, сплотить членов семьи, ну и, конечно же, наладить микроклимат в рабочем коллективе. Ну и, как вы уже, наверное, догадались, конечно же, данный способ вкусно поесть популярен и в Корее. И сегодня мы приготовим самый простой хот-пот с пельменями. В Корее называют их манду, ну либо, как говорят уже во всем мире, с дамплингами. По традиции на экране вы видите список необходимых ингредиентов. Вы можете поставить видео на паузу, сделать скриншот и идти в магазин. Также этот список продуктов есть и в описании под роликом. Итак, начинаем сразу с заправки для бульона. Сначала нам надо измельчить чеснок. Измельчаем его с помощью чеснокодавки, либо с помощью ножа. Лично мне всегда удобнее и быстрее делать это ножом. Далее перекладываем чеснок в глубокую миску, либо глубокую тарелку. Следующим добавляем красный перец качукару. Кладем 4 столовые ложки. Друзья, если у вас нет такого перца, то кладите обычный чили, но кладите меньше полтора-два раза, так как чили острее. Далее льем 2 столовые ложки рыбного соуса. 2 столовые ложки соевого соуса. Друзья, если у вас нет рыбного соуса, то просто замените его соевым. Потом кладем столовую ложку сахара. И добавляем столовую ложку воды. Все хорошо перемешиваем. Должна получиться достаточно густая перцовая паста. Кстати говоря, можете еще добавить столовую ложку кунжутного масла. Но это по желанию. Следующий шаг это подготовить остальные ингредиенты. Начинаем с трепчатого лука. Его разрезаем пополам. А далее режем перьями, либо полукольцами. Далее кабачок. Его разрезаем пополам. И потом нарезаем поперек. Для блюда нам понадобится как раз где-то половина кабачка. Пекинскую капусту просто режем поперек. На кусочки шириной примерно по 2-3 см. Зеленый лук нарезаем большими кусочками. Длиной примерно по 5-6 см. Грибы шиитаки, как и всегда, нарезаем на пластины. Делается это очень легко. Если у вас нет грибов шиитаки, то замените их на шампиньоны. С ними тоже будет вкусно. Далее тофу. Его мы просто режем на большие пластины. Но не сильно толстые. Собственно все. Все наши ингредиенты готовы к приготовлению. Обычно по традиции все подготовленные ингредиенты выставляются на стол вокруг котелка, в котором бурлит бульон. И каждый, кто сидит за столом, может кидать в этот бульон все, что видит на столе. В это время обычно все ведут теплые беседы, не спеша кушают и время от времени подкидывают все свежие ингредиенты. Таким образом получается вкусная и интересная начинка и особенный вкус бульона. Вы можете делать так, а можете все приготовить заранее. Возвращаемся к рецепту. Ставим на плиту большой сотейник, либо глубокую сковороду. И начинаем потихоньку выкладывать все ингредиенты. Выкладываем на дно нарезанный репчатый лук. Потом сверху на него остальные овощи. Сначала кладем нарезанный кабачок. Далее рядом кладем зеленый лук. Также рядом выкладываем капусту. Грибы и ноки. Следом рядом выкладываем грибы шиитаки. Тофу. Ну а поверх всего этого выкладывайте пельмени. Лично я взял дамплинги корейского производителя двух видов. С курицей, с свининой и с морепродуктами. Но вам не обязательно брать такие же. Вы можете класть любые пельмени, не обязательно корейские. Выбирайте те, которые вам больше всего нравятся. Далее в перцовую пасту, которую мы готовили в начале, добавьте примерно полстакана бульона. Перемешайте хорошенько. И полейте им сверху содержимое нашего котелка. Ну а дальше залейте это все куриным бульоном. У меня на такую емкость выходит полтора литра. Вы же добавляйте необходимое количество, исходя из объема своей посуды. Бульон, кстати, должен быть не обязательно куриным. Далее включаем плиту и накрываем крышкой. Ждем теперь, когда закипит. Как только бульон начнет бурлить, откройте крышку и слегка перемешайте. Но не сильно, чтобы не повредить пельмешки. Таким образом мы равномерно распределяем заправку. Далее можете накрыть крышкой и варить минут 5. Либо, если уже все за столом, варите без крышки, регулярно поглядывая за готовностью наших дамплингов. Итак, прошло примерно 5 минут. У нас все готово. Можно начинать есть. Раздайте всем небольшие тарелочки. И пусть каждый накладывает себе всего понемногу. Далее можете снова закинуть новую порцию пельмешек, либо других ингредиентов. Приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, хот-поты это всегда вкусно. Это вариант трапезы, который может длиться очень долго. Это не только вкусно, но и всегда интересно, всегда весело и всегда подходит под застолье с крепкими напитками. Бульон, кстати, можете использовать не только куриный, но и говяжий, например. Если вы его готовили, используя не только кости, но и куски мяса, то потом можете это мясо тоже бросить в котелок, предварительно нарезав его на небольшие кусочки. Ингредиенты тоже можете менять как хотите. Можете добавить туда очень много зелени, чтобы добавить еще больше аромата. Можете добавить туда нарезанные кимчи. Можете вообще отказаться от грибов и вместо них добавить колбасы, либо какие-то мясные деликатесы. Овощи тоже кладите любые, все на ваш вкус. Кстати говоря, можете добавить туда и лапшу, почему бы и нет. Перцовая заправка тоже делается по желанию. Вообще, вы можете купить какой-нибудь готовый соус и растворить его в бульоне. Смело экспериментируйте, в этом и прелесть хот-пота. Но если вы хотите корейский колорит, то перцовую заправку придется делать обязательно. Либо вы можете растворить пасту тендян, либо кочудян в бульоне, и тоже будет очень даже неплохо. В общем, друзья, я надеюсь, вам понравился этот рецепт. Если да, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, и, конечно же, нажмите в колокол, чтобы не пропустить мои новые ролики. Также не забудьте написать в комментариях, как вам это блюдо, и доводилось ли вам пробовать нечто подобное раньше. Ну, а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно гляньте другие мои рецепты. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на канал!